Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного с события дня, номер 1538, эпиграф, Евангелие Тиана 13.13. Вы называете меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то. И далее прочитайте местописания, которые говорят о том же. Курсором задерживаете, потом читаете дальше, мне трудно считать, прошу простить. На эти места выписал я все с указанием, тут сильно помогает поисковик библейский Тимофеем Ха, сделанный да благословит его Господь, и молимся за него каждый день. Особенно, кто любит Слово Божие. Это за 27 февраля 2020 года. Обращение о помощи остается в силе, кто может помочь в старости купить, приобрести комбайн хороший. Человек обрабатывает землю, мы все от этого питаемся. И тот же 4 ролика, как они живут, что тут без обмана, его семья работает. И вот дали местописание о втором пришествии. Что и как. Сколько местописания об иконах, где как доказывать, что это так, повеление Господне. Как беседовать с середиками, с сектантами, что говорить, покажем вопросом. Вся эта переписка так называемого нашего Содружества, называющий ад по изучению Святой Библии, по толкованию святых отцов православной церкви. Тут многое можно получить. Вот Абьюревище, Андрей и Ольга, матушка. Тут отзывы идут. Ижи говорит, хорошее чувство с первых милых взглядов у них, но дикая жалость внутри к ним, как к детям. Хорошие такие, как слепые котята. Вот так. Такое мнение есть. Из 77 только две матушки покрыты в платках. Прямо здесь пишет «Вирус назад». Посмотрите, братья, плелесть, как горько нам. Надо плакать и молиться, в каком тяжелом состоянии пребывает наша родная церковь. Ирина одна спрашивает священникам, там не лады. И можно после тургии к целованию креста подходить к нему? Я отвечаю, обязательно и всегда подходи к нему. Даже виду не подавайте, что отходите от него или пренебрегаете им. Это будет самое страшное ваше поражение. И если будут в разных концах храма два священника, вы именно к этому всегда и подходите под благословение. И так делайте. Где бы вы ни были с ним рядом, всегда просите его благословение. И больше ни с каким вопросом к нему не обращайтесь. И ему на его вопросы не отвечайте. Ну, возникло недоразумение. А сестра права полностью. Прения исчерпаны. Вид ваш должен быть такой в его иных глазах, как будто ничего не возникло никогда между вами. Прошу строжайшее исполнять сказанное сейчас вам и просить у Бога милости любить его достойно и искренне. Он будет догадываться, что вы от кого-то получаете поддержку. Но вы никогда не называете никого. Просто наклонив голову, смиренно, негордое и вызывающее. Уходите с благодарностью ему. Вот так. Причащаться четыре раза в год или нет. Великий пост. Я отвечаю, можно. Именно посты. Так делали со дня крещения Руси. Всегда и везде. Марк Калашников пишет тоже. Спрашивает про машину нашу «Газели». Я говорю, что я на выставку, на продажу разве, на торжеще выставили. Нет, говорит. Хотели брать там туда. Мы хотели проконсультироваться с активным пользователем транспортного средства. Ну, активным это, видимо, ко мне относится. Ну и действительно мы проехали 120 тысяч километров. Это три раза по экватору, по земному шару. Вот я говорю, когда мы готовились к длительной миссионерской поездке, то запрос на хорошую и как раз под наши нужные требования спрашивали очень многие, какую взять, и только с завода новенькую. Но оказалось, что самым полезным был совет Глушкова Игоря Валентиновича по Теревке. И мы ни разу не пожалели, что такой выбор был сделан. Стоило это где-то около 780 тысяч рублей. Нам нужно было, чтобы обязательно были обе оси ведущие. Придется ехать и на севере, и в грязи, и в горах. И нужно, чтобы машина могла взять 6-7 человек в большую собаку. И груз около тонны книги. Остальные книги мы забрасывали контейнером около 5-6 тонн границы. Вот так. В Швеции, как поломалось, я сказал. А то возьмите иномарку. Да иномарок там все, где ремонтируют машины, сервисы забиты. В Австрии перед нашей белой лебедушкой, как я ее зову, машину, становились на колени журналисты и воскресали. Россия, Путин, Газель. Россия, Путин, Газель. А проехали мы 120 тысяч километров. Если бы не это заковыкать шестеренкой в Швеции, то лучше некуда. Но советовать покупать не могу. Были малые исправности. То что-то подтекало, то в колесе что-то с подшипниками. Но наш шофер-дальнобойщик все это исправлял на остановках сам. Если бы пришлось снова покупать и проделать тоже рискованное турне, мы полагаю, снова взяли бы именно такую, как нашу Газель, грузопозажерскую. Она идет как танк в любую погоду. Ну и дальше все. Ольга Жураковская смотрит. Ваш голос уже мне стал родным. Я восхищаюсь вашим умом, вашей грамотностью, вашим трудолюбием. Низкий поклон вам до земли. Передайте большой привет вашему батюшке. Желаю вам прожить до ста лет без болезни и без старости. Ну а тут переписка, где Фроликов говорит, а эти отвечают. Все описанием перекидывается, и слава Богу. Вот какая она хорошая кошка моя. Паля, паля, паля. Да замечательная кошечка наша. Паля, паля. Паля, паля. Молодцы. Паля. Продолжение следует... Роман отвечает, Виктор Ярош, Роман, не стоит тратить время, так как здесь нет мудрецов твоего уровня. Думаю, лучше усилить работу благовестия в чатрулетке. Все это надо смотреть, читать. Вот я оставляю, читайте. Это материал редкий такой. Ссылается на соборы, на Библию. У нас интересные люди, православные, любят Библию. Ссылка в описании. Вот какой-то там нашелся и говорит, надо женщину, чтобы красилась, то другое. А то дальше что? О нем говорит Вячеслав Семенов. Соленая пишет, переписывается она с этим еретиком. Ложь про то, что для мужа я должна краситься, чтобы он меня делал, кто привлекал, делал интересно так, прямо как в исламе. Соленая пишет, переписывается она с этим еретиком. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Неужели мало было крови, которой была окроплена эта Великая Земля, чтобы какой-то Вильзиул своими законами, своей лживостью и коварством красноречием ввел сюда античеловеческие, антисемейные, антитрадиционные, антирелигиозные богоборческие законы, которые сегодня вы совершенно спокойно считаете и декламируете. Как будто все совершенно нормально, как будто мы с вами говорим о том, сколько мяса положено есть человеку, который придерживается диеты. Это государствообразующий, архиважный вопрос. Если мы допустим свои сердца этого дьявола, который буквально рвет нас на счастье, мы с вами погибнем. Они говорят, что у нас в подвалах мучаются представители нетрадиционной ориентации, говорят, что мы ретрограды, средневековые инквизиторы, а мы говорим, руки проще от Чечни и России, руки проще от русских и чеченских братьев. Но мы хотим чувствовать это дыхание. Мы своим детям рассказываем о ваших великих старцах, священниках, о ваших великих воинах, писателях, поэтах, философах, которые все воспевали землю, семью, великую русскую женщину. Неужели вы так быстро достеряли эти жемчужины по пути на пути и к так называемому прогрессу? Очень надеюсь, что это не так. Потому что мусульмане мира и России смотрят на вас, как на настоящих мужчин, способных жениться, уважать своих жен и детей, содержать свои семьи и защищать свою страну. Исламский мир в этом страшном противостоянии с либеральным сатаною единственным своим союзником видит православие. А значит, вас, дорогие мои русские братья. Я очень надеюсь, что мои слова дойдут до сердца каждого из вас. Ну и далее. Что люди говорят. Я снова вернусь к этому первоисточнику и некоторые данные выдам его. Вот так. Сколько у него здесь дальше? За 43 тысячи за и полторы тысячи против. Чечня, русские. Вот какого числа было. 125 тысяч подписчиков. Ну и понятно, что вот. Вот она, статья эта. Я вам могу даже показать. Печать информации. Жамбулат Умаров. Господи, обрати его. Спасибо. Видите, как показано. Я сюда приехал. Вот так. Ну, тут можно, конечно, было взять. Ну и так понятно. Посмотрите, как делает. Центр сделали чистым. А его там, видать, он выходит. Вот так. Ну, еще что. Вчера какую-то организацию пригласили. Мы с Афимой Людмилой Степановной ходили. Там паспорт мой засняли. А больше ничего не сказали. Ну, то есть, как бы регистрация идет. Все под контролем. Я спрошу, хоть что-то дайте наставление нам какое-то. Не надо. Все у вас хорошо, дескать. Ну и вернулся я домой. Пешком далеко шел, прогулялся. Вот так. Скидывает нам, что нужно смотреть. Ну и так. Все, можно сказать. Больше ничего на этот день нет. Погода снежок шел.